Каждый отвечает за свой мусор. Эта тема звучала несколько раз на выездном совещании представителей Министерства экологии области и председателей садовых товарищей района. Встреча состоялась в здании администрации. На повестке дня несколько вопросов. Подробно остановились на теме вывоза мусора. Мы знаем, что в Подмосковье закрываются полигоны на вывоз мусора, потому что мы должны перейти на новый порядок обращения с отходами. У нас в ближайшие полтора года придет 7 региональных операторов, которые будут полностью отвечать за весь мусор в Московской области. И они будут отвечать и за частный сектор, и за СНТ. С нами проще. Мы в СНТ заключаем один договор, и за это отвечает один человек, по большому счету председатель, за наличие договора и за то, чтобы было вокруг СНТ чистое. Труднее с частным сектором. У нас часто приходят жалобы, когда в СНТ все хорошо, но в соседней деревне нет контейнера, и деревенские жители, которые такие же дачники, точно так же приезжают по вечерам, по пятницам из Москвы, пользуются контейнером в СНТ. В итоге за это платят наши дачники из членских взносов. Это тоже неправильно. Областная программа «Чистая Подмосковья» направлена на соблюдение порядка и чистоты, в том числе и на территории СНТ. Сегодня в Подмосковье их более 11 тысяч. Большинство заключили договоры на вывоз мусора. Но появились другие проблемы. Кто-то неаккуратно складирует мусор, и вокруг контейнеров образуется грязь. Где-то компания неаккуратно вывозит мусор, и контейнеры стоят переполненные. Обсудили все нюансы. Напомнили о штрафах. 300 тысяч рублей с садового товарищества. Говорили и о раздельном сборе мусора. Мы понимаем, что вывоз мусора дешевле не становится. Тем более, что когда закрываются полигоны, то маршрут мусоровоза удлиняется. Соответственно, увеличивается стоимость. Для этого можно начать заниматься раздельным сбором мусора. Но не для того, чтобы мы поставили галочку. Мы договорились, и мы так здорово. Отдельно пластик, отдельно стекло, отдельно бумагу и так далее. Мы просим администрацию каждого муниципального образования составить перечень организаций, которые готовы забирать у садоводов вторичное сырье. Собравшимся озвучили расходы на вывоз мусора с каждого участка. Расходы на вывоз мусора с каждого садового участка, с одного участка в год, получаются около тысячи рублей. Это в среднем. Кто живет постоянно больше, кто приезжает только летом, там меньше. Но есть, помимо этого, норма накопления мусора 0,82 кубометра в год с каждого садового участка. Поэтому, исходя из этой нормы, заключается договор на вывоз мусора. Отсутствие договора сегодня – это серьезный штраф. 300 тысяч рублей на юридическое лицо. Если либо нет договора на вывоз мусора, либо он заключен с компанией, которая не имеет лицензии. Поэтому наша задача, чтобы все компании были правильные. Список лицензированных компаний можно проверить через Министерство экологии. В завершении представители МСНТ напомнили, что по вопросу вывоза мусора можно обратиться непосредственно к районным властям или напрямую в Министерство экологии области. Ирина Белякова, Михаил Кирсанов. Программа «События». Мы выдаем лицензии.